Марина Бажанова, педиатр дитячей лекарни номер 2. Каждый должен решиться своим лечащим врачом. Мне хотелось бы остановиться лишь на единственном методе вакцинации против гриппа, поскольку мы сейчас стоим на пороге серьезной эпидемии гриппа. Конечно, вакцинацию желательно было бы провести в сентябре-октябре, но сейчас еще не поздно, потому что циркуляция антител в организме человека происходит на протяжении 6 месяцев. То есть серьезная защита от возникновения осложнений этих заболеваний. Вакцина не дает гарантии, что человек не заболеет, но то, что у него не будет осложнений, это однозначно. То есть вакцина это как засебь для того, чтобы подвищать иммунитет? Для того, чтобы защитить свою иммунную систему от возникновения серьезных осложнений после гриппа. Неспецифические меры профилактики острых респираторных заболеваний включают в себя, прежде всего, то, что ты сказала, здоровый образ жизни. Это иррациональное питание с включением продуктов сезонных. Это овощи, фрукты, орехи, растительные масла, содержащие ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Это прогулки на свежем воздухе, потому что, к сожалению, наши дети сидят под компьютерами. А гиподинамия, усталость зрительного анализатора и нервной системы приводят к снижению иммунных защитных сил организма. А оксигенация и работа мышечного аппарата во время прогулки, что нужно делать для детей где-то 7 тысяч шагов в день, а для взрослого до 11 тысяч шагов в день, способствуют стимуляции клеток фагоцитов, которые отвечают за поглощение вредных вирусов и бактерий. Обязательное мытье рук. Доказано, что мытье рук в 45% предотвращает развитие вирусных и бактериальных инфекций. Почему? Не стыдно прикрыть свои дыхательные пути салфеткой, платком или маской в период эпидемического неблагополучия. Потому что больной с выраженной реанареей держит платок в руке, идет инфицирование руки, он дотрагивается до поручней, до ручек в магазине. И если не помыть свои руки своевременно после посещения общественных мест, возможно инфицирование вирусами и бактериями. Дальше. Нужно всегда одеваться по погоде. Почему? Потому что когда ребенок переодет и он влажный, он легче подвержен переохлаждению. Переохлаждение приводит к чему? К тому, что замедляются процессы кровообращения, а следовательно и защитные силы организма падают. Очень важен своевременный и полноценный сон. Ребенок в 9 часов вечера, особенно ребенок младшего школьного возраста, должен быть в постели. И процесс засыпания должен быть постепенным. То есть во второй половине дня не рекомендуется шумные игры, просмотр телевизора и компьютера. Все-таки лучше прогулки. Когда ребенок засыпает, он должен до 10 часов вечера уснуть. Потому что с 10 до 12 часов ночи это процесс выработки мелатонина. Гормон, который отвечает за адаптацию к внешним условиям среды, стимулирует память и иммунитет. Это для всех детей, чем конкретно? Желательно для всех детей и подростков в том числе. А твоя сестра такой спать? Организовать так рабочий день, чтобы все-таки до 11 часов ребенок спал. А если он не может заснуть до 11 часов? Это значит неправильно организован у него режим дня. Значит он не погулял. Значит он не сходил на фитнес, танцы или другую физическую нагрузку. Это значит у него он находится в хроническом стрессе. То есть не успокаивается его нервная система за счет просмотра фильмов, передачи, компьютера и так далее. Если все исключить это, ребенок, который физически позанимался, во время физической нагрузки вырабатывается гормон радости серотонин, он если вторая половина дня прошла спокойно, в чтении книг, а не просмотре телепередач с отрицательной энергетикой, он обязательно, общаясь с родителями вечером, спокойно уснет и будет спать спокойно. Понятно. Так что своей сестричке после обеда седаешь и читаешь книжки. Ну для этого тоже нужно и подъем организовать ребенку своевременно. Конечно, если у него нарушен режим, если он ложится в 11 дня и просыпается в 10 часов утра, то это просто сдвинутый режим дня. Я считаю, что есть дети, для иммунитета очень хорошо есть лимон, а есть дети, которые его не любят, витамин С, так? Ну лимон, это необязательно, есть и другие способы. Лимон содержит большое содержание аскорбиновой кислоты, которая поддерживает иммунитет. А какие можно заменить фрукты вместо лимона, если дети его не едят? Пожалуйста, яблоки, хорма, сезонные фрукты, которые у нас есть, апельсины, мандарины. Все содержит достаточное количество витаминов. Очень хорошо красный перец, он еще пока есть на рынке. Там содержит чеснок, лук, фитонциды плюс витамины. Найулюбленнейшие продукты детей, мабуть, чеснок, тем более. Ну, дело в том, что в еду ребенка нужно приучить к тому, чтобы есть эти продукты. Они понемножку добавляют салаты, и дети с удовольствием это едят. Кроме того, есть такие способы защиты, как ношение амулета на шее с зубчиком чеснока. Вдыхание паров чеснока тоже способствует в какой-то степени защите от бактериальных и вирусных инфекций. А если не хочет носить, то можно воспользоваться какую-то страшилку, сказать, что это отгоняет разных... Ну, хотя все индивидуально по решению родителей. То есть, бачите, много разных способов. Прийдешь домой и расскажешь все свои встречи. Дякую вам, что вы до нас сегодня заветовали, рассказали корисную и интересную информацию. Я надеюсь, все глядачи, которые нас видели, которые нас слышали, обязательно используются нею. Ну, я уже себе уявляю, как я буду это дома проводить все эти процедуры вместе с своей детьми. Пожалуйста. Так что, очень вам дякую. Желаю всем крепкого здоровья, удачи и всего самого лучшего.